Как научиться не кричать на детей, если они из раза в раз не слышат моих слов? Как правильно реагировать, если дочь семи лет систематически не убирается в комнате? Что значит научиться не кричать? Не кричи на детей. Крики, комрад, это признак слабости, когда ты начинаешь орать, и дальше уже только побои. Кричать нельзя. Тут затруднительно сказать. Я с детьми у меня вообще специфически, я на детей смотрю, они плакать начинают, просто смотрю. Собственный пример. Вот пускать того, чтобы они вели себя так, что ты вынужден на них кричать. В общем-то, у людей есть два уха, слушают они, в общем-то, неплохо. Можно разъяснить собственным поведением. Кричать нельзя. Крики – это слабость, комрад. Надо разговаривать, надо объяснять, надо требовать, закреплять туда-сюда. Вот есть хорошая книжка. Называется «Не кричите на собаку». Написала такая Карен Прайер, дрессировщица. Она там на примерах, знаешь, такой, на мой взгляд, очень, очень хороший пример, что вот если ты... Дать тебе желтенького цыпленка куриного, именно желтенького, который еще совсем маленький, вот если ты можешь научить его бегать по часовой стрелке, то можешь заниматься и детьми. Он слов не понимает. Врубаешься, да? Слов цыпленок не понимает. Точно так же, как и ребенок. Не все понимает. Он вот поведение твое понимает хорошо, но способы воздействия специфические. Почитай книжку, там достаточно подробно изложено. Подкрепление наказания. Как там? Жена дрессировщика после секса всегда получает сахарок. Ну, вот так и с детьми. То же самое. Их дрессировать надо. Почитай книжку. Книжка хорошая. Как правильно реагировать, если дочь 7 лет систематически не убирается? Убраться, комрад, это пойти прочь. В комнатах убирают. Не убираются, а убирают. Систематически, ну, для девочки это нехорошо. Если порядок не наводит девочку, надо... Девочки и так-то к порядку очень склонны, но надо приучать. Почитай книжку. Настоятельно рекомендую. Там советов гораздо больше, чем я могу тебе надавать.